КХЛ И мы начинаем. Одержав две победы над московским «Динамо», красно-белые получили в сопернике «Торпеда». «Спартак» по ходу сезона уже трижды обыгрывал «Нижегородцев», но парни Игоря Ларионова все равно упорно идут по пятам за Голдобиным и компанией. На данный момент соперников в турнирной таблице разделяет всего 6 очков, а если судить по потерянным, то и вовсе 4. А это на минуточку четвертая и пятая команды Запада, так что их встреча в первом раунде плей-офф вполне реальна, и преимущество своей площадки тут будет вовсе не лишним. Так что бегом в Мегаспорт, там сегодня весело. В состав красно-белых наконец-то вернулся первый центр Иван Морозов. Вышел он в привычном звене с Парядином и Голдобиным. И уже в дебюте игры из-за удаления Воронина, который локтем рубанул Александра Бурмистрова, отличный шанс Морозов создает для своего партнера. Перевод шайбы в правый круг после захода через центр. Голдобин бросает с кистей, Адам Хуско шайбу парирует. На восьмой минуте забавный эпизод приключился. Зайцев пытался по борту шайбу запустить, выбросил ее прямо на скамейку запасных торпедо, и Кульбаков показывает, что он готов делать сейвы в любое время и в любой момент. Зайцев здесь не выдержал, рубанул локтем по Виноградову, за что был удален на две минуты за грубость, но большинством торпедовцы не воспользовались. Середина первого периода, получает шайбу Цыплаков на правом фланге, переводит ее на Морозова, хорошая обработка, перевод на дальнюю штангу, и Голдобин выводит Спартак вперед, 1-0. Вот оно возрождение связки. 23-я передача у Морозова, 33-я заброшенная шайба у Николая Голдобина, и Адам Хуско тут был бессилен. Но проходит буквально 30 секунд, торпедовцы начинают атаку сходу из своей зоны, получают шайбу Гончарук на правом фланге, переводят ее на синюю линию, мощный бросок Мэдисона Бауи, и торпедовцы сравнивают счет Никита Артамонов и Сергей Гончарук в ассистентах у защитника легионера торпедовцев. Бросок низом в дальний угол без шансов для Дмитрия Николаева. У Бауи четвертая шайба в этом сезоне. 2.28 до конца первого периода, шайба оказывается в зоне, пас на дальний пятак, и Чезганов здесь имел шикарную возможность вывести Спартак вперед, но свою команду выручает Адам Хуско. В дебюте второго периода спартаковцы продолжают действовать весьма активно. На четвертой минуте хорошую атаку сходу проводят, пас Чезганова на лицевую линию и бросает с отрицательного угла Александр Бурмистров, попадает в спину Хуски. Но шайба отскакивает не в ворота, а мимо них. Через минуту борьба 2 на 2 в углу площадки. Голдобин оказывается с шайбой, отдает передачу в центр зоны, бросает рукавишников после обработки и добивает шайбу в ворота Герман Рубцов. 2-1, Спартак снова впереди. Попала шайба в заградительное стекло, выскочила и с лету Рубцов переправил ее мимо торпедовского вратаря. Никто Рубцову здесь на пятачке не помешал. Проходит меньше минуты, торпедовцы отправляют шайбу в зону, подхватывают ее Конюшков на синей линии. Раз бросок, два бросок и готово 2-2. Шестой гол Конюшкова в этом сезоне. Отмечаем здесь классную работу Никиты Шавина, который закрыл обзор Николаеву на пятаке. С первым броском вратарь Спартака еще смог справиться. Добивание пришлось в Савикова и от Савикова шайба отскочила в ворота. Этот гол торпедовцев раскрепостил и начали появляться моменты у команды Игоря Лоренова в большем объеме и с большим интересом. Кручинин на пятачок отправляет шайбу, Артамонов пытался до нее добраться, но не смог этого сделать. Николаев шайбу щитком под греб. 6 минут до конца второго периода, бросок в падении, наносит Силаев, шайба застревает на пятачке и вновь не удается торпедовцам отличиться. Большинство зарабатывают, получает шайбу на синей линии Конюшков, отыгрывается с Лореновым, скидка на Гончарука, бросок с колена и Николаев шайбу вылавливает. В третьем периоде у Спартака берется за дело тройка с Цыплаковым, Галимовым и Принцем. Здесь Цыплаков убегает, классную передачу с разворота выдает на пятак. Принц бросает и останавливает шайбу хуско. Обратите внимание, как здорово Цыплаков перевел шайбу на пятак. Мог бы просто с неудобной руки это сделать, но передача, скорее всего, была бы заблокирована. Продолжает это звено работать, 8 минут позади в третьем периоде, скидка на пятачок и Шейн Принц на шикарной паузе убирает Адама Хуску и в падении посылает шайбу в ворота. Здесь прекрасно все, и пас Цыплакова, и заворот, и гол непосредственно от Шейна Принца. Пятнадцатая шайба у него в сезоне, Цыплаков и Галимов с результативными передачами. Еще через пару минут момент у Спартаковцев, Чайковский бросает по воротам, хуско шайбу парирует, она выскакивает на дальний пятак, но оттуда уже броска точного не последовало. 3-2, Спартаковцы в четвертый раз в этом сезоне обыгрывают Торпеда. Открывали понедельник в Хабаровске, повторные встречи Амур и Металлург. Вчера команда Андрея Разина победила со счетом 3-2, и сегодня также начало здорово на третьей минуте Дмитрий Силантьев после выигранного вбрасывания Люком Джонсоном. Броском со средней дистанции посылает шайбу точно в ворота Дмитрия Лазебникова. Середина первого периода перехватывает шайбу Амур на оброс Капустиной средней зоны. И молодой 20-летний Александр Смолин, голкипер Металлурга, проводивший свой второй матч в континентальной хоккейной лиге, здесь допускает чудовищную ошибку. Шайба оказывается в воротах. 3,5 минуты спустя они обходятся и здесь без неприятностей уже для Амура. Забрасывает шайбу Металлург, бросок гололобого с борта. Шайба попала в Брынцево и после кашета заскочила в дальний верхний угол ворот Лазебникова. Тут же отвечает Амур, Бочаров проходит за ворота, бросает в ближний угол, подбор остается за Амуром. Скидка Барулина и Егор Кошков мощнейшим выстрелом в касание пробивает голкипера Металлурга. Ничья 2-2. Отправляемся во второй период. Дроск ведет борьбу за воротами. Шевченко скидывает шайбу на дальний пятак и Барулин выводит Амур вперед. 3-2. На этом матч для Александра Смолина закончился. Появился Никита Подскребалин в воротах Металлурга. Но буквально через 3 с небольшим минуты большинство реализует Кирилл Панюков. Прострелил Александр Хохлачев из угла на пятачок и Панюков на подставление отправляет шайбу в дальний угол. Вбрасывание в центральном круге Металлург начинает атаку. Длинная передача на Никиту Михайлеса. И Михайлес разбирается с Лазебниковым. 4-3. Для Лазебникова на этом матч также заканчивается. И его уже меняет Игорь Бобков. Новая атака Металлурга. Убегает по правому борту Гребенкин. Подключается слева партер. До Гребенкин бросает сам. И он не прогадал. 4-4. 16-я шайба Никиты Гребенкина в этом сезоне. Точно над плечом голкипера шайбу Гребенкин посылает. 10 минут до конца второго периода. За воротами задавили хоккейстов Металлурга. Дроск выдал шайбу на партера. Капустин мягко скинул шайбу на дальнюю штангу. И Шевченко отправил ее уже в пустые. Ворота 5-4. Амур выходит вперед. А это только полчаса в матче прошло. Старт третьего периода Дроск забирается в атаку. И добивает шайбу с дальнего пятака Капустин. 6-4. Дубль Кирилла в этом матче. У Дроска очередная голевая передача. Их сегодня у него было аж 3. Металлург правда не сдается. И здесь шанс у Зернова. Не дотягивается он до шайбы. Зато подключившийся к атаке Валерий Орехов. В раском с неудобной руки посылает шайбу в ворота Бабкова. И 6-5. Но концерт на этом не заканчивается. Амур на 7-й минуте забирается в зону шайбу Бочарова. Скидка не прошла. Мощный заряд от синей линии. Отскакивает шайба к Бочарову. И здесь он забивает сам. Была голевая передача. А теперь и гол также в активе у нападающего Амура. 7-5. Подскребалин на выходе. Посылает шайбу в среднюю зону. 10 минут до конца третьего периода. Карпов выдерживает паузу. Прострельная передача. А Кользин и Зернов. Зернов замыкает эту атаку. 7-6. Матч-концерт в Хабаровске. И он приносит Амуру первую победу за последние 10 игр. В Владивостоке второй раз за два дня встречались Адмирал и Салават Юлаев. Пока что для эфирцев Адмирал это команда, которая не поддается обыгрышу. Дважды команды встречались в сезоне. И две победы на счету у команды Леонида Тамбиева. И начало этой встречи также остается за дальневосточниками. Фьора на седьмой минуте. Счет в матче открывает, воспользовавшись ошибкой в средней зоне. Дальше во втором периоде на шестой минуте навал устраивает Адмирал на ворот Ильи Ежова. Все близко, все рядом. Но героически Салават Юлаев свои ворота отстоял. 11 минут до конца второго периода. Пятьков шайбу получает в средней зоне. Закатывается ближе к кругу и посылает шайбу в верхний угол. Здесь Ежов на чеку. Большинство зарабатывает Салават Юлаев. Шмелев из-за ворот отдает передачу на Данила Алалыкина. И нападающий Салават Юлаева реализует большинство. Это второй гол Алалыкина в сезоне. Классный бросок в дальний угол. Из-под соперника не смог на него среагировать Сергей Иванов. В дебюте третьего периода Фьоры мог оформлять дубль. Он подставлял клюшку, находясь на пятаке под наброс. Шайба в перекладину попадает. Пять сорок пять до конца третьего периода. Уфимцы очень активны в плане бросков в третьем периоде. И удается им выйти вперед. Забрасывает шайбу 19-летний Ярослав Цулыгин. Это его первый гол в континентальной хоккейной лиге. Защитник подключился. И передачу Ефремова превратил в гол. Последние секунды. Адмирал пытается устроить навал на ворота Ежова. Но это не очень получается. Здесь бросок по воротам заблокирован. И Салават Юлаев наконец-то обыгрывает Адмирал. И официально выходит в плей-офф. Во встрече двух аутсайдеров западной конференции ГК Сочи принимал Кунь-Лунь. На четвертой минуте первого периода гости открывает счет. Делает это Спенсер Фу. Меркли подхватил шайбу на правом фланге. Сделал поперечный перевод в левый круг. И оттуда Фу одним касанием подработал шайбу. Другим направил ее уже в пустые ворота сочинцев. За четыре с половиной минуты до первого перерыва Челлиус завез шайбу в чужую зону. Отдал передачу на Дэвина Броссо. И нападающий Кунь-Луня уверенно разобрался с галкипером. Сблизившись и переиграв его броском с неудобной руки. Правда была еще одна встреча Броссо и Бердина. Через полторы минуты заканчивается она тем, что Бердин скидывает ловушку. И блин. И идет колошматить нападающего Кунь-Луня. На полном ходу влетел Броссо в Бердина. И Бердин пошел заступаться за себя самостоятельно. Просто не оставив нападающему Кунь-Луне ни единого шанса. Две минуты до конца первого периода. Контратаку проводит с хоккеистой Кунь-Луня. Набирает скорость по флангу Талер Вон. Скидывает шайбу в центр на Локхарта. Тот подрабатывает шайбу. И кистевым броском направляет ее под перекладину. 3-0 по итогам первого периода. Классная атака с ходу и не менее классный бросок Локхарта. Четвертая минута второго периода. Сочинцы ошибаются в собственной зоне. Убегает Локхарт к воротам. И здесь оформляет он дубль. Началось все с перехвата Паркера Фу. Выдал он передачу на ход партнеру. Убежал от защитника Локхарт. И с Бердином разобрался. В середине второго периода удается сочинцам одну шайбу отыграть. Перехват в средней зоне. Криштов получает шайбу слева, заходит в круг, бросает и переигрывает Джереми Смита. 1-4. В ассистентах у него Сераух и Корягин. Ну и на еще одну шайбу сочинцы успели сподобиться. Это начало третьего периода. Седьмая минута. Большинство шайбы на пятачке. И добивает ее с неудобной руки Даниил Сераух. Два очка у него сегодня в этой игре. Но эти баллы никак сочинцам не помогли. 4-2. Кунь-Лунь одерживает выездную победу над ХК Сочи. Московская Динамо принимала подмосковный Витязь. И уже в дебюте игры гости показали, что сегодня легкой прогулки. Белоголубым ждать не стоит. Дерек Баррек здесь продавил Андрея Миронова. Выскочил к воротам Коновалова и попытался бросить в верхний ближний угол. Но в створ не попал. Динамовцы пытаются ответить. В большинстве Гусев простреливает на пятах. И здесь сумасшедший момент упускает Эрик Одел. Добивание. И в штангу попадает шайба. Хотя уже отыгран был дорожка. И шансов особо у Витязя не оставалось. Середина первого периода. Еще один выход Баррека. На сервис на скорости. От синей линии в ноль против Коновалова. И галкипер Динамо уверенно ловушкой работает. Середина второго периода. Скидывают краги Егор Зубов и Андрей Миронов. Ну и получается такой неплохой бой. Но достаточно быстро переходят соперники в клинч. И дальше этот бой останавливают Лайцманы. По пятерочке заработали. И на этом достаточно быстрая атака Динамовца. Вторую половину второго периода проводят они агрессивнее. Здесь шайба застревает на пятачке. И Чернышов зарабатывает на себе штрафной бросок. Можно было и без него обойтись. Но добить шайбу ворота не получилось. Пошел реализовывать буллет Чернышов. Максимально сбрыгнулся он с Максимом дорожкой. Переложил шайбу вправо. Но успел оставить щиток возле штанги галкипер Витязя. И с броском Чернышова он справился. Продолжая Динамовца атаковать. Здесь давят у борта хокиста Витязя. Шайба оказывается у Эрика Одела. Пас под ворота. Рибашевский не смог забить. И у Одела тоже это не получилось. Пять минут до конца второго периода. Одел проталкивает шайбу по борту. Подключается Ажиганов. Простреливает на пятачок. Подставляет к Лешку Павел Кудрявцев. И шайба влетает в ворота Витязя. 1-0 в пользу Динамо. Классное подправление. И точнёхонько в верхний ближний угол шайба отправляется. Наступает третий период. И Витязь в дебюте проводит очень мощный отрезок. Яровой доставляет шайбу на синюю линию. Выстрел в касание. Николай Тимашов сравнивает счёт. 1-1. Большой трафик был перед Ильёй Коноваловым. И не смог здесь голкипер Динамо справиться с таким броском. Проходит минута. Витязь цепляется за шайбу в чужой зоне. Останавливает Динамо на выходе. И шайба закатывается в ворота. 2-1. Александр Дарьин выводит Витязь вперёд. Барак скинул шайбу на Савчика. Тот потащил её к воротам. Протолкнул Дарьин. И шайба нашла щёлочку у Коновалова. 2-1. Неожиданная победа Витязя над Динамо. Локомотив приехал в гости КСКА, который проводил свой последний матч в Ледовом дворце перед переездом на новую арену. На восьмой минуте первого периода в большинстве армейцы могли выходить вперёд. Но Воробьёв на добивании попал не в ворота, а в защитника Алексея Береглазова. Классный игрок Локомотива здесь сработал в обороне. Третья минута второго периода. Контратаку проводят петербуржцы. Никишин её возглавляет. Зыков действует на добивании после первого броска. И шайба отправляется в ворота. 1-0. Исаев смог парировать выстрел Никишина. Глотов здесь по шайбе не попал. Зато Зыков ещё как попал. 1-0. Середина второго периода. Мощнейший шанс у Георгия Иванова. Бросок в касание после передачи Никулина. Шайба проходит под вратарём. Но попадает в штангу. Очень досадная промашка для Локомотива. Кацовка второго периода. Зимчонок заряжает издали. Шайба застревает на пятаке. И подключается к атаке Александр Никишин. Вновь на сей раз капитан армейцев забивает собственноручно. Гольченюк смог шайбу протолкнуть. И завёз её в пустые ворота Никишин. Никишин. 2-0. Концовка третьего периода. Локомотив с пустыми воротами. Никишин бросает от своей лицевой линии. И шайба вонзается в пустые ворота. 3-0. Три очка у Никишина. Две шайбы. Одна голевая передача. 28 сейвов у Никиты Серебрякова. И армейцы в последнем матче в Ледовом обыгрывают Локомотив со счётом 3-0. Всё внимание на турнирной таблице. На западе петербургские армейцы благодаря победе над Локомотивом и осечке Динамо в матче с Витязем вышли на чистое первое место в конференции. Спартак оторвался от торпеда уже на 8 очков. На востоке Салват Юлаев стал третьим клубом после Металлурга и Авангарда, официально оформившим себе путёвку в плей-офф. Амур, благодаря победе над Металлургом, приблизился к зоне плей-оффа. Салват Юлаев на дистанцию двух очков. И на этом у нас всё. Денёк выдался, что надо. И ведь нечто подобное мы наверняка увидим и в среду. Давайте следующую встречу назначим как раз на этот день. Там в программе и торпеда против ЦСКА, и автомобилист в гостях у трактора, и локомотив у Спартака. В общем, надо смотреть. Это был Скользкий Лёд на Кинопоиске. Увидимся уже послезавтра. Всем пока!